Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видеоролика посвящена вентиляции. Я специально для этого полетел в город Краснодар, для того, чтобы совместно с компанией Вилпы снять небольшой сериал по поводу того, что такое вентиляция, какие виды бывают в вентиляции. Первая серия сегодня выходит на нашем канале, называется «Механическая система вентиляции». Будет еще три серии. Автоматическая система вентиляции, что такое вентиляция и насколько она важна для человека и как правильно установить вентиляционные проходки Вилпы. Обязательно посмотрите эти видео, потому что тема вентиляции практически не раскрыта и большинство домов, которые строятся, они строятся с нарушением системы вентиляции. Приятного просмотра! Изначально хочу обратить внимание на изделия нашей компании, вентиляционные выходы, которые не имеют в своей структуре вентилятора. Для чего нужны вообще в принципе вентиляционные выходы компании Вилпы, которая производит? Они работают в системе с принудительной вентиляцией. Это узел выхода воздуха и не более того. Сам по себе вентиляционный выход, он не создает ту дополнительную тягу, при которой можно организовать систему вентиляции, воздухообмена внутри дома. Такие вентиляционные выходы используются в системах кухонных вытяжек, когда кухонная вытяжка выталкивает воздух за пределы дома. Такие системы, когда в самой системе воздуховодов встроен какой-то канальный вентилятор, который забирает воздух и уже через вентиляционный выход его выталкивает. Либо это какие-то толкающие вентиляторы и так далее. Поэтому относить эту систему вентиляционного выхода без вентилятора к системе вентиляции, как условно поставили на крыше вентиляционный выход и все, вентиляция организована. Нет, это большая-большая ошибка. Поэтому, если посмотреть на наших стендах, мы здесь показываем условно вентиляционную шахту, которая построена. Но так как она менее эффективна по отношению к вентилятору, ее мы можем нашими системами преобразовать из естественной в принудительную. В конце концов, не разбирать же вентиляционную шахту, ее можно реконструировать условно. То есть на вентиляционную шахту можно поставить вентилятор тип S, который заканчивает саму вентиляционную шахту. И в этом колпаке встроен, собственно говоря, вентилятор, который постоянно вытаскивает из нее воздух в правильном направлении. Вентиляторы у нас есть двух типов переменного постоянного тока. Постоянный ток, он более энергоэффективен с точки зрения потребления электроэнергии. Они тише работают, и даже на самых малых оборотах его фактически не слышно. Соответственно, мы получаем очень хороший комфорт акустический, он не шумит у нас внутри дома, и в то же время очень производительный. Эти вентиляторы, при условии, если что-то его остановило, условно, разключили свет на какое-то время, и теплый воздух, выходя зимой, это обморозил, крыльчатка заклинила, то есть остановилась. И вентилятор будет сам себя тестировать до тех пор, пока он не поймет, что он свободен, и он запустится автоматически опять же. При условии, если вентиляционную шахту либо не проектируют, либо останавливают ее строительство на уровне верхнего этажа, на уровне перекрытия верхнего этажа, и зачастую уже строители сами просят, дайте какое-то решение, чтобы нам не выводить ее выше кровли, чтобы не делать примыкания. И есть понимание у строителей, что вентиляционная шахта, по своей сути, она менее эффективна. Тогда на крыше можно организовать таким образом, через проходной элемент, установить на проходной элемент вентилятор, и в таком виде это будет существовать на крыше. Насколько портит дизайн? Думаю, не особо это портит, а только дополняет его техническими инженерными системами. Колпаки вентилятора спроектированы таким образом, что они удаляемый воздух формируют в какой-то правильный столб, воздушный поток, что даже вот шарик на нем держится беспрепятственно. За счет правильной аэродинамики мы получаем максимальную эффективность самого вентилятора и минимум шума от вращающегося двигателя. Вентиляторы вилки, они комплектуются регуляторами мощности. Для чего они нужны? Для того, чтобы мы могли в ручном режиме регулировать мощность самого вентилятора. Вентиляторы достаточно мощные, и такой интенсивный воздухообмен, он не всегда нужен, особенно в зимнее время года. Поэтому вентиляторы в зимнее время года ставятся в минимальный режим. Даже щелчок-выкл сам вентилятор не выключает, он вращается постоянно, потому что мы дышим постоянно, и воздухообмен должен быть постоянным. Он должен быть либо интенсивный, либо в средних каких-то режимах и так далее. Но посредством этого регулятора мы можем отрегулировать оптимальный режим вентилятора. Они есть у нас в ассортименте двух вариантов, двух типов, для переменного тока и для постоянного тока. Оба они универсальны, могут утапливаться в стену, либо быть накладными. Любая система вентиляции на слуху обычного хозяина дома, даже архитектора или дизайнера, это понимание, если вентиляция, это какие-то большие системы воздуховодов, которые нужно каким-то образом прятать. Как-то их скрывать в стенах, в фальш-стенах и так далее. Мы же предлагаем в нашем ассортименте уникальную систему воздуховодов от бельгийской компании RENSON, которая идеально интегрируется в любые полости, либо межстеновые, либо межпотолочные. Можно их спрятать в стяжку пола, залить стяжкой и к ним больше никогда не возвращаться. Система воздуховодов EZ-Flex сконструирована таким образом, чтобы был максимально прост монтаж, максимально быстро его можно сделать, без каких бы то ни было дополнительных уплотнительных, скотчей, саморезов и так далее. Все это складывается в конструктор, все очень быстро и аккуратно. Система воздуховодов EZ-Flex подразумевает очень большую линейку фасонных частей, поворотов, изгибов и так далее. Но сама воздуховодная часть – это полужесткий воздуховод гофрированный, который в состоянии изогнуться в радиусе до 1 метра, без каких бы то ни было дополнительных фасонных частей, дабы не удорожать сам проект в воздуховодной части. Но и в то же время каждый поворот, он влияет и на давление в вентиляционной системе. Поэтому чем меньше поворотов, тем она стабильнее и эффективнее работает. Сам воздуховод – это не просто гофрированная труба, это воздуховод, который имеет двойную стенку. Снаружи – это гофрированная труба, внутри – это гладкая поверхность, изготовленная из полиэтилена. Она не электростатична. То есть любой пластиковый воздуховод, при прохождении через него воздуха, в воздухе содержится много пыли. И когда воздух движется по воздуховоду, он электризует сам воздуховод пластиковый. Соответственно, когда воздуховодная часть набирает статическое напряжение, он электризуется, и на нем очень много накапливается пыли. С точки зрения пожарной безопасности, это достаточно небезопасно, потому что при возгорании в каком-то из помещений пламя мгновенно по пластиковому воздуховоду распространяется по всему дому. Фасонные части, они все организованы таким образом. У них впаяны на заводе резиновые уплотнители. Подразумевается тем, что при соединении воздуховода с какими-то фасонными частями не нужно никаких скотчей. Все герметично, лаконично и просто. Очень часто задают клиенты вопрос, нам в разных помещениях нужен разный воздушный поток. Где-то больше нужно удалять воздух, где-то меньше. Но с одним вентилятором для клиента трудно понимание, как это отрегулировать. Условно, у нас есть два помещения, но в каждом из них нужен разный воздухообмен. Где-то больше, где-то меньше. И при настройке самой системы воздуховодов происходит регулировка именно вытяжными диффузорами. Где-то она больше будет воздуха забирать, где-то она будет меньше. То есть по шарикам видно, что с одним вентилятором, но разности давлений, разности воздушных потоков, они разные. Здесь мы скорость потока воздушного повышаем, здесь он остается также на минимальном. Можем его отрегулировать на более интенсивный. Таким образом. Нужно меньше, значит нужно один раз отрегулировать в меньшую область и уже будет работать в таком режиме. Наша компания представляет систему приточных клапанов. Приточные клапаны – это стеновые, полностью автоматическая система с точки зрения того, что у него встроен внутри его тела термостат, который реагирует на температуру, входящую в воздух. Это очень важный параметр, потому что мы хотим жить в тепле, мы не хотим иметь в доме своем сквозняки, но хотим, чтобы к нам приходил воздух круглогодичный, свежий, чистый. Поэтому термостат, он реагирует в диапазоне от плюс 10 до минус 5 на закрытие. То есть в минус 5 он будет полностью закрыт. Но все-таки зимой тоже хочется дышать, и приток нужно обеспечивать. Эта настройка настраивается очень легко. Две трети обороты, два-три оборота откручиваем, и клапан дает не до закрытия. Два-три миллиметра. Это вполне достаточно, чтобы организовать приток воздуха в зимнее время года. Потому что вентиляция должна быть в зимнее время года, не такой интенсивной, как летом условно. Эти приточные клапаны, они укомплектованы, в каждом комплекте приточного клапана имеется фильтр. Это очень важный элемент, с точки зрения того, что он на себе абсорбирует самые мелкие частицы, то есть пыльцу. Не только пыль, но и пыльцу. Это очень важно, особенно в тех домах, у кого домочадцы страдают так или иначе какими-то аллергенными заболеваниями, которые подвержены аллергии. Очень важно, чтобы особенно в сезон цветения эта пыльца не попадала в дом. Безусловно, сам приточный клапан, он не решит на все 100% этот вопрос, эту проблему, потому что мы с улицы приносим пыльцу на себе. И тут нужно в помощь какие-то дополнительные системы, которые очищают воздух внутри дома. Но фильтр в любом случае класс очистки F7 и на себе абсорбирует очень мелкую пыльцу. В данном случае этот фильтр у нас отработал всего лишь 7 месяцев в нашем офисе. Возле нашего офиса нет каких-то проезжающих трасс оживленных, то есть пыли, собственно говоря, немного, но много вокруг офиса зелени. Соответственно, на этом клапане, на этом фильтре в большей степени осадилась пыльца, которую мы не пустили к нам в офис. Также приточные клапаны в своей стандартной комплектации, они комплектуются шумопоглощающим элементом, который ставится вместе с клапаном в стену, в пластиковую гильзу, и понижает уровень шума. Такая комплектация, она предназначена для домов в тихом регионе, в тихих условиях, где нет близко проезжающих каких-то трасс автомобильных, где нет посторонних особых шумов. Для домов и квартир с повышенным уровнем шума, такие комплектации у нас организованы с шумопоглотительной трубой, в которой монтируется сам клапан. Эта комплектация уже наиболее эффективна с точки зрения шумоподавления. В таком вот виде это вот встраивается все в стену. И также, если взять структуру подвальных помещений в частных домах, очень часто в цокольных, в подвальных помещениях организовываются, если не жилые, то какие-то другие помещения, куда есть доступ человека. Это может быть и винный погреб, это может быть бильярдная, баня, сауна, мастерская, что угодно. Но те помещения подвальные и цокольные, куда есть доступ человека, они должны интервироваться принудительно. И очень важно, какой воздух, какой температуры, какой частоты туда будут приходить. Соответственно, это уже третий комплект, который представляет наш ассортимент. Это в сочетании РОС-дефлектор, куда монтируется этот клапан с шумопоглотительной трубой. И в таком вот виде это будет выглядеть уже это внутри, а это у нас снаружи. Также при организации системы вентиляции, принудительной системы вентиляции в доме, очень важно понимать, что воздух должен беспрепятственно передвигаться из чистого помещения в грязный. То есть, условно, он должен прийти в спальню через приточный клапан, под дверными щелями он должен уйти в санузел, либо в другое нежилое помещение и уйти уже через вентилятор за пределы дома. Но очень часто получается так, что поддверная щель либо очень невелика, то есть, менее 10 мм от пола, либо ее вообще нет, то есть, дверь вплотную к полу, либо организован порог, когда дверь закрывается плотно. При закрытии двери в плотном состоянии в санузле переток воздуха исключается. Он очень слабый и получается, что не хватает того пониженного давления, чтобы перетянуть воздух из чистого в грязное помещение. Поэтому мы рекомендуем организовывать специальными решениями этот переток воздуха. На рынке очень много этих решений, этих переточных решеток, отверстий в дверь, которые встраиваются и так далее. Но, по сути, я не встречал, чтобы на рынке эти переточные элементы были звукопоглощающие. Мы же предлагаем от бельгийского концерна Rensen переточные решетки Cilendo. В них встроены шумопоглотительные вставки, которые способны погасить шум разного характера, будь то из санузла, будь то из ванного помещения и так далее. Это была первая часть, посвященная вентиляции в доме. Если вам это видео понравилось, подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте колокольчик, потому что в следующих сериях мы расскажем о том, что такое автоматическая система вентиляции, расскажем о том, что такое вентиляция и как правильно нужно монтировать вентиляционные проходки вилпа. Всем удачной стройки!